Всех рад видеть, рада здесь присутствовать. Добрый день, меня зовут Ходорченко Мария Андреевна, я старший научный сотрудник в университете ЭТМО. Собственно, я из лаборатории искусственного интеллекта в промышленности, поэтому у нас много задач, связанных как раз с адаптацией различных решений, в том числе НЛП-решений для промышленности. Разрабатываем различные прикладные продукты, также работаем с хранилищами, разрабатываем. И, например, занимаемся масштабированием разных пайплайнов, с использованием PySpark и так далее. В принципе, сейчас и сегодня я хотела бы вам рассказать про такую достаточно общую разработку, которую мы в лаборатории делали. Это тематическое моделирование, которое как раз автоматизируется. Расскажу, зачем его автоматизировать, собственно, в чем проблема в принципе с таким типом обработки данных, как его можно использовать и почему мы сейчас об этом говорим, хотя сейчас пора больших языковых моделей и так далее. В принципе, во-первых, хочу напомнить, что такое тематическое моделирование. Я думаю, что те, кто так или иначе занимались НЛП, все равно с этой задачей сталкивались. Во-первых, у нас есть некоторые текстовые документы, и мы хотим, возможно, как-то на них посмотреть, понять вообще, о чем у нас эта коллекция документов. Либо мы хотим каким-то образом представить эти документы, чтобы разделить их, кластеризовать на некоторые категории, например, понять, какие интересы у наших пользователей, судя по текстам, которые они пишут. И это все как-то объяснить нашему заказчику, потому что тематическое моделирование – это такая отличная интерпретируемая штука. Она достаточно простая, и из текста, который у нас представлен, мы на самом деле получаем просто темы. Темы – это наборы слов, которые по вероятности у нас ранжируются и с какой-то вероятностью относятся к темам, которые выделены. И темы – это как раз просто набор слов. То есть вот, например, здесь мы можем представить «Животное панда-медведь» – это у нас одна тема, можем эту тему назвать, сказать, что это животное и так далее. Поэтому это просто способ построения модели коллекции текстовых документов. Здесь уже немножко больше конкретики. У нас появляются в базовом случае некоторые две матрицы. То есть у нас есть некоторые наблюдаемые слова, которые распределены по документам. И получается две матрицы – это слова, которые распределены по темам. И у нас появляются некоторые распределения тем по документам. Из ключевых особенностей – это, во-первых, то, что нам не нужна никакая разметка. То есть мы автоматически занимаемся по факту кластеризацией и получаем уже какое-то интерпретируемое представление целого нашего набора документов, ничего для этого особо усилий не прилагая. Во-вторых, результаты обладают семантическим смыслом. То есть мы можем показать, объяснить. Вот, смотрите, вот с такой вероятностью наш документ относится к таким-то темам. Все-таки, да, понятно. Вот. Автоматическая разметка документов. Опять же, мы получаем вектора, мы можем их использовать, можем считать, что это наша разметка. И получение числовых векторов. Ну, то же самое, как в любом другом методе. Мы получаем некоторый имбендинг для построения каких-то, возможно, конечных решений для наших прикладных задач. Здесь еще раз вот напоминаю, показываю, как можно получить как раз векторное представление. То есть у нас есть распределение по темам. Каждый документ относится с какой-то вероятностью к этой теме. И все это можно представить в виде просто числового вектора. Наш имбендинг выглядит, как некоторый набор вероятности и принадлежности. Какие же бывают методы тематического моделирования? Конечно же, у нас есть старые методы, старые древние. ПЛСА, вероятностный латентно-семантический анализ. И, наверное, самый известный, самый популярный. Там до некоторого времени пока не начался весь этот бум. Языковых моделей, нейронных моделей. Ну, там давно, на самом деле. Там до 2005 года и так далее. Латентное размещение Дерихле. Здесь, наверное, стоит остановиться, вообще напомнить, что там такое. Там у нас есть некоторое предположение, некоторое априорное распределение, что темы по документам располагаются с учетом распределения Дерихле. С одной стороны, это хорошо, потому что эмпирически это достаточно неплохо работает. С другой стороны, это плохо, потому что у нас не для всех документов это соблюдается, не всегда это правильно работает. Если мы хотим каким-то образом расширить нашу модель LDA, то нам придется заняться математикой, придется немножко поменять наш вероятностный вывод, что породило огромное количество моделей модификации LDA и является не особо удобным, если у нас какой-то специфический корпус, то есть, например, очень много какой-то терминологии, или есть какие-то другие особенности, например, короткие тексты, тоже разрабатывались, по крайней мере, отдельные модели. Из таких более интересных моделей — это аддитивная регуляризация. Я сейчас немножко опущу. Есть нейронные тематические модели. Опять же, они бывают просто контекстуализированные представления документов, и мы пытаемся каким-то образом кластеризовать наши представления для того, чтобы получить что-то похожее на темы. Либо есть уже более сложные модели, основанные на вариационном выводе, и они тоже существуют, развиваются, показывают неплохие результаты, но все же вот я бы хотела остановиться на модели с аддитивной регуляризацией. Она была предложена в Воронцовом, Москве. Модель на самом деле очень хорошая, тоже расскажу почему. Потому что прямо сейчас могу рассказать. Во-первых, там есть регуляризация. Регуляризация — это когда мы хотим придать нашим матрицам, вот тем двум, которые я показывала, вот они, слова темы и тема документа, какие-то характеристики. То есть мы, например, хотим, чтобы каждое слово относилось не более чем к трем тем, но условно. В каждом документе было малое количество тем или наоборот большое. То есть разреженность, сглаженность можем регулировать. Можем также определять какие-то свои регуляризаторы, очень легко вводить их в модель. Поэтому регуляризация здесь, она простая. У остальных моделей она чуть более сложная, потому что все-таки нужно забуриваться в модель, понимать, что у нас правильно, что у нас неправильно идет, и немножко менять математику. Возможность комбинировать регуляризации, также все просто. Возможность каких-то моделей, когда у нас есть все-таки часть размеченных данных, и мы хотим использовать как седы. Возможно, на самом деле, во всех моделях. Но вот одна такая очень явная проблема для аддитивной регуляризации состоит в том, что из-за того, что она такая классная, гибкая, все здорово, огромное количество гиперпараметров. Потому что для того, чтобы все хорошо на вашем корпусе работало, нужно долго настраивать. Поэтому модель, опять же, положительная, но используют ее редко, потому что сложно, непонятно, а что делать с такой непонятной громоздкой моделью. Ну, вычислительная сложность низкая. Здесь написано, потому что имплементация этой модели в фреймворке BigArt, она очень эффективная, хорошо распараллеленная, поэтому написано на плюсах, поэтому хорошо, быстро работает. Собственно, RTM имеет преимущество, поэтому хочется сделать какой-то метод, который позволит нам как пользователям, нам как разработчикам, не заморачиваться с тем, чтобы ее там как-то настраивать, а просто взять из коробки, использовать на нашем корпусе документов, и чтобы получились красивые интерпретируемые темы, которые дальше мы уже можем как-то использовать ровно так, как нам будет нужно. Зачем, собственно, нужна автоматическая настройка? Ну, во-первых, еще раз отмечу, что мы работаем с неразмеченными данными и хотим, возможно, как-то быстро их проанализировать в рамках, например, эксплуатационного анализа или для того, чтобы выделить какие-то категории. Опять же, отмечаю, что настройка моделей сложна, и оптимизация может занимать существенное время. Давайте здесь я уже сразу перейду к тому, как обычно вручную происходит настройка моделей типа аддитивной регуляризации. Ну, первый этап, нулевой, это предобработка данных. Он достаточно общий для всех моделей, то есть мы обычно представляем все в виде bag of words, то есть у нас лимитизация, убирание стоп-слов, убирание пунктуации и так далее. Это достаточно общий шаг. В принципе, здесь конкретно к RTM он не относится. В плане нет специфики. Дальше у нас есть уже специфика RTM в том, что у нас есть выбор регуляризаторов. То есть мы, во-первых, можем эти регуляризаторы навесить на разное количество тем. То есть мы можем навесить на первые три одни регуляризаторы, на другие другие регуляризаторы. Обычно здесь выделяют два типа тем. Одна — это специфичная, то есть первый тип — это специфичный, когда у нас какая-то важная информация, то есть специфика нашего текста выражается в темах. А второй тип тем — это так называемые фоновые темы, то есть туда собираются все наши слова, которые просто общие по корпусу документов, что улучшает наше распределение слов по темам для уже основных специфичных тем. После того, как мы выбрали регуляризаторы, навесили их на наши темы, мы можем начать обучение модели. Обучение модели тут специфики нет, она просто обучается. После того, как она обучилась, мы проверяем качество. Допустим, у нас есть какие-то метрики, о них мы тоже немножко поговорим, потому что у тематического моделирования есть с этим проблема, в том числе проблемы и с матчмаркингом, и с тем, что функций качества много, и не всегда понятно, какую конкретно выбрать. Проверили качество, посмотрели глазами, посмотрели на то, какие распределения у нас получаются. Думаем, что если у нас все хорошо, все отлично, начинаем наше практическое использование. Если у нас какие-то проблемы, то мы можем либо поменять гиперпараметры тех регуляризаторов, которые мы выставили, либо мы можем прямо изменить целый набор регуляризаторов. В зависимости от того, какое качество. Опять же, процедура кажется достаточно стандартной, но долгая, мучительная и так далее. Поэтому отсюда и приходим к идее того, что это можно автоматизировать, и тут, кажется, можно тоже использовать автоматические какие-то модели. Для таких моделей что было предложено? Было предложено сформировать некоторый набор гиперпараметров, то есть понять, что вообще мы будем автоматизировать. Учитывая то, что я сказала, у нас есть некоторая итеративность. Поэтому эту итеративность мы тоже постарались передать. То есть у нас есть, выделили несколько этапов. Каждый из этапов может быть пропущен при обучении модели. А этапы состоят из очень простых вещей. Устанавливаем регуляризаторы или меняем их значение. Обучаем модель. Опять устанавливаем, обучаем модель и так далее. Из-за того, что этапы могут быть пропущены, мы можем получить более простую модель, более сложную модель и померить ее качество, как-то автоматически уже понять, куда нам двигаться и просто их настроить. Поэтому основная идея – это как раз формирование последовательной процедуры, состоящей из обучения и применения моделей регуляризаторов. Здесь мы учитываем некоторое динамическое изменение этих значений. То, что предложено, называется стратегия обучения. В принципе, для RTM достаточно часто это используется, понятие как стратегия. И полученный набор, здесь стоит отметить, что он не такой простой, у него, естественно, есть как некоторые значения, там, float-значения, так и int-значения целочисленные. Поэтому тут нужно аккуратно подобрать метод оптимизации для того, чтобы все достаточно быстро работало. Из методов, которые в качестве оптимизаторов можно использовать, один из достаточно удобных методов – это как раз генетические алгоритмы. Генетические алгоритмы – они из семейства эволюционных алгоритмов, и их использование достаточно простое. То есть генетический алгоритм – это некоторый фреймворк, который по факту описывает, что нам нужно делать. А нужно нам делать это – создать некоторую популяцию, произвести на дне операции скрещивание, произвести мутацию, получить новую популяцию, часть из того, что получили, перевести в новое поколение, и делать это до тех пор, пока мы не получим отличное решение, которое, скажем так, в эволюционных терминах как-то приспособилось у нас к окружающей среде и показывает хорошее значение. Здесь же была предложена… Ну и стоит отметить, что, конечно же, для того, чтобы настраивать разные типы алгоритмов, нам нужно просто правильно подобрать или разработать операторы как раз мутации, скрещивания, и, возможно, выбора, кто перейдет в новое поколение. Здесь же мы попробовали различные способы и сделали настройку. Инициализация получилась, что у нас здесь есть в том числе некоторые базовые модели, где мы просто убрали все остальные этапы регуляризации, оставили только один для того, чтобы получить, ну, можно и сказать, что базовую модель. Мутация, немножко модифицированные функции обмена, где мы переставляем только внутри схожих гиперпараметров. Поиск наилучшей конфигурации, да, настройка, метанастройка нашего алгоритма. Происходило с помощью, здесь выбран метод итеративной гонки, на самом деле можно было выбрать любой другой, там, оптюна, все равно. Что у нас подтверждает использование предложенных модификаций, инициализаций, мутаций, да, мы сравнивали разные типы, посмотрели, что лучше подходит. Ну, из техники, там, процент родителей, которые переходят в новое состояние, в принципе, здесь, наверное, это и не так важно. Если мы посмотрим на результаты экспериментов, да, что если там сравнить с другими типами оптимизации такой стратегии, ну, вот, например, Бойесовская оптимизация, случайный пояс как бейзлайн, дифференциальная эволюция, тоже эволюционные алгоритмы, и здесь муравьиная колония, например, есть, тоже с ней сравнили. Эксперименты проводили на разных наборах данных, на русском языке, на английском языке, больше языков не брали, потому что и не особо бы поняли, что получилось. В условиях ресурсных ограничений здесь мы также хотели, чтобы решение появилось у нас конечное как можно быстрее, мы сделали так, чтобы тренировка нашей модели была не более 150 раз. Да, вот как раз 150 измерений качества модели. Получили прирост, наш главный конкурент это Бойесовская оптимизация, и вот генетический алгоритм, который специально разработан под этот метод, показывает лучшее качество. То есть здесь все прекрасно, работаем достаточно быстро и получаем решение. Сейчас же хочу отметить, что я упоминала, что есть некоторая функция качества, но не говорила, какая, не говорила, как ее мерить, то есть непонятно, а что мы вообще оптимизировали. Тут был и для нас тоже такой вопрос, а что нам оптимизировать, когда мы поставили себе такую задачу. Ну, первый и самый простой эксперимент, который у нас… Да, красное — это хорошо, зеленое — это плохо, сразу отмечаю. Вот, сравнили функции качества разделения плохих и хороших тем, дали нашим небольшому количеству разметчиков темы, попросили их дать оценку, насколько они там хорошие или плохие от 0 до 4. Выбрали самые лучшие, самые плохие оценки и постарались посмотреть, насколько это все у нас коррелирует с другими типами оценки, там, например, когерентность очень популярная, ну вот взяли с Word веками, тогда были еще модели. Вот, контрастность ядра тоже для примера взяли, это такая внутренняя оценка у модели ARTM, и посмотрели, можем ли мы разделить автоматически очень хорошую тему от очень плохих. По такому небольшому эксперименту, ну мы тут можем видеть, что линий достаточно мало, поэтому и тем размечалось тоже достаточно мало. Увидели, что когерентность вроде как показывает лучшие результаты, вроде как, ну давайте там ее и возьмем. Но на самом деле это так не совсем работает. Получилось, что у нас некоторые темы, ну во-первых, стоит отметить, что здесь мало мы использовали различных автоматических метрик, их существует больше, и все равно когерентность там не идеальна. И захотелось сделать более уже крупную разметку для того, чтобы, не знаю, предоставить, например, этот набор данных кому-то, кто захочет заниматься тематическим моделированием, в том числе там бенчмарк, может быть, появится. И решили сделать более крупные исследования. Здесь мы уже используем большее количество различных метрик качества. Это и там NPMI, популярная метрика, и там, не знаю, всякие свитчп, которые мерят, насколько у нас тема изменяется в рамках нашего, там, одного конкретного района документа по параграфам и так далее. Результаты из минусов, почему мы стали составлять, собственно, свой набор документов, потому что вот так вот из коробки его нигде хорошего не существует, то есть нельзя просто скачать и, как для многих AutoML алгоритмов, проверить, насколько хорошо мы обучаемся. И поэтому решили составить свой. В том числе из-за того, что на русском языке достаточно мало таких данных, в том числе. И сделали размеченный набор данных. То есть обучили разные тематические модели, сэмплировали некоторый набор тем из этих моделей, сформировали задания на разметку, отправили это все на толоку, сделали, опять же, формочку, в которой пользователи могли красиво и хорошо отмечать, отвечать на три важных вопроса. Во-первых, вот у нас есть тема, можете ли вы ее выделить, то есть считаете ли вы, что вы можете придумать ей название. Второе, как раз, если считаете, что можете, то, пожалуйста, предоставьте. И третье задание, если вы вообще понимаете, как эти слова друг с другом связаны, то есть можете дать название, то, пожалуйста, выделите лишние слова, что можно было бы из этой темы удалить, чтобы она стала хорошо выглядеть. Сформировали функции оценки, усреднили эти оценки по всем размеченным темам, и у нас получился некоторый набор данных, где у нас есть значение нашей стратегии, которую мы предложили для того, чтобы настраивать гиперпараметры тематических моделей, и есть сама оценка моделей, то есть какая оценка у нас получилась по этой модели. Здесь для того, чтобы обеспечить хоть какую-то объективность размечиков, мы давали там пяти, если не ошибаюсь, размечикам одну и ту же задачу, пытались отсеивать тех, кто отвечает слишком быстро, тех, кто отвечает всегда одно и то же и так далее. И подумали, а что если мы вот просто возьмем и сделаем регрессионную задачу, просто ее решим. Возьмем этот набор, у нас опять же есть значение стратегии этот наш x, есть оценка моделей этот наш y, давайте построим модель. Построили модель, назвали ее general, general оценка, где у нас обучение производили по одним корпусам тестирования на другом. Ну вот здесь на примере двух корпусов, на двух был трейн, на третьем, который никто никогда не видел, делали тест. И также сделали вторую оценку, это оценка native, когда мы и обучали, и тестировались на одном и том же наборе данных. Оказалось, что если мы не используем человеческую оценку, все еще у нас когерентность лидирует. Если мы используем general оценку, вот эту вот обобщенную, которую мы просто обучили на наборах данных, оказывается, что работает она иногда хорошо, иногда вот на каких-то наборах данных есть выбросы, что опять же говорит о том, что статистические характеристики разных корпусов отличаются, поэтому под них и приходится настраивать разные модели. Вот, например, для Amazon у нас получилась оценка совсем 0.17, очень низкая. Если же мы обучаемся и тестируемся на одном и том же наборе данных, получаем вроде как хорошие высокие оценки, но опять же здесь как будто бы нужен некоторый human in the loop, который приходит, ставит оценки нашим темам, и мы дальше продолжаем эту процедуру обучения. Ну, вроде как это не совсем удобно, и опять же не хотелось бы так делать. Поэтому опять когерентность. Попробуем сделать еще что-нибудь. Попробуем как-нибудь побить когерентность. Почему мы этим так усердно занимаемся? Потому что здесь можно заметить, что когерентность не всегда показывает хорошие результаты. Ну, в принципе, на этих наборах данных она достаточно неплоха, но вот у нас иногда NPMI лучше, иногда на самом деле тут представлен малый набор метрик, их гораздо больше, просто из-за экономии места не стала вставлять их на слайд. Но, опять же, если взять больше наборов данных, посмотреть больше метрик, окажется, что они по-разному распределяются по разным наборам данных. Поэтому попробовали еще раз подойти к вопросу оценки. Опять же, попробовали уже на этот раз использовать языковые модели. Ну, там вроде как есть у нас матрицы внимания. Кажется, что можем использовать эту информацию для того, чтобы понимать, насколько хорошо у нас связаны между собой темы. Ведь когда мы меряем автоматически качество тем, мы так или иначе смотрим на, например, когерентность, она смотрит на то, какая у нас статистика по совстречаемости этих двух терминов во всем корпусе документов. Здесь, в принципе, идея та же самая. Другой вопрос, что немножко улучшенная, потому что использовали подходы интерпретируемости, пытались LRP, пытались пускать обратно наши градиенты, смотреть, какие слова имеют значение больше, какие слова имеют значение меньше. Попробовали, получилось на этот раз лучше, чем когерентность, наконец-то. У нас вот есть improved LRP, который, например, на таком неприятном датасете Amazon показывает хорошие оценки, но тут также стоит заметить, что все-таки, хоть оно и лучше, но вот на некоторых наборах данных проседает. Вот, например, improved LRP на 20 newsgroups проседает, и просто сумма LRP тоже иногда у нас проседает, например, на ленте. Опять же, то есть получили то же самое, что, в общем-то, и раньше, еще одно, да, как этот мем со стандартами, а давайте придумаем стандарт, который, обобщая все остальные стандарты, появился новый стандарт. Вот, поэтому оставили, наконец-то, эти попытки, взяли-таки когерентность. Ну, также, почему, например, не стали развивать подходы с языковыми моделями, потому что сейчас получается, что это очень долго работает, когда мы обратно пускаем градиенты, и можно, конечно, ускорять, но пока бросили. Взяли когерентность из-за того, что когда мы автоматически обучаемся, получаются разные темы, можем получить одну тему, которая прям вообще отличная по когерентности. Это не всегда значит, что она действительно хорошая, но значит, что она там по статистикам со встречаемостью очень неплоха. А остальные темы так себе. Поэтому прибавили к нашему фитнесу фитнес-функция. Это функция, собственно, приспособления, то есть наша целевая функция фитнеса – это просто в терминах генетических алгоритмов. И прибавили минимум, поэтому по когерентности, потому что хотели, чтобы все темы в среднем были неплохие. Посчитали, ну, здесь также формула когеренности для тех, кто интересуется. И опять же взяли такую метрику, посчитали, что пока что ее достаточно. Здесь в целом показан алгоритм работы. Достаточно все просто. Инициализируем популяции, валидируем наше решение, что мы не делаем какие-то странные вещи. Составляем популяцию и начинаем предлагать различные стратегии обучения. Итерируемся, итерируемся, пока не получим какое-то решение, которое нас по метрике устраивает, по метрике фитнеса, которая была на прошлом слайде. И, соответственно, результат – это у нас некоторая итоговая модель под входной набор данных. Опять же, стоит отметить, что не всегда мы работаем быстро. Если у нас большой корпус документов, то даже эффективные RTM обучаются достаточно долго. То есть может быть час, например, обучения модели. И кажется, что для автоматической настройки это не очень хорошо. Поэтому было предложено суррогатное моделирование. Здесь идея тоже достаточно простая. То есть мы просто делаем некоторую регрессионную модель, которая по тому, как мы обучаемся, смотрит, какую стратегию мы взяли, какой фитнес мы получили, и пытается сделать приближение. Также по уходу обучения она, собственно, откидывает старые данные, переобучается на новых данных. И здесь можно посмотреть на различные методы, которые были использованы. Методы простые, они работают быстро, поэтому они здесь и были выбраны. То есть это какие-нибудь деревья решений, гауссовские процессы и так далее. Случайный лес, SVR. Оказалось, что использовать такой подход мы можем. То есть мы можем вообще целую итерацию заменить нашего генетического алгоритма. То есть от создания популяции до получения решения. То есть всю мутацию, все скрещиваем, можем просто прямо заменить целую итерацию на некоторое суррогатное решение. И получается, что оно так работает, оптимизируется и показывает результаты неплохие. И даже проседание пока что не особо сильное. Пробовали там как раз в двух схемах. Пробовали на каждой нечетной итерации, получили ускорение в 1,8 раз, что неплохо. Пробовали считать 70% популяции с помощью суррогатов. Оказалось, что это уже чересчур. Хотя и ускорение в 2,5 раза. И опять же, второй подход к использованию менее предпочтительен. Ну понятно, потому что теряем в качестве и ничего особо не выигрываем. Хотя кажется, что и быстрее. Опять тут стоит отметить из важного. Ну что суррогаты, они достаточно эффективны, когда у нас есть ограниченное количество времени. То есть опять же вспоминаем, что мы там фиксировали на 150 итераций, и суррогаты здесь оказываются эффективными. Если мы там обучаем дальше, то вроде как эффективность уже не особо видно. Из того, как это устроено более технически, ну тут опять же схема, только та же схема, что была раньше. Но теперь у нас есть некоторое начальное накопление данных для обучения суррогатов. И есть период применения этой суррогатной модели для оценки фитнеса. Библиотеку, все это мы положили в библиотеку. Есть нераспределенная версия, то есть это общий алгоритм работы библиотеки. Тут ровно все то же самое. То есть у нас там есть HTML-флоу для того, чтобы сохранять результаты, смотреть на то, что у нас получается. Есть некоторый сторож, куда мы сохраняем модель метрики и логи. И также у нас есть распределенная версия фреймворка, которая уже использует Kubernetes, позволяет распределять на разные ноды наши подсчеты фитнеса. Именно функцию подсчета фитнеса мы отправляем на различные ноды. Из интересного, опять же, salary, ML-флоу, наверное, ничего такого необычного здесь нет. Характеристики, на чем запускали, там 40-80% обработки, 4 ядра, 16 гигабайт памяти. Работает все достаточно быстро, для экспериментов отлично, если вдруг кому-то в промышленных масштабах захочется пускать тематические модели. В принципе, как можно использовать конечные вектора, которые мы получаем? Ну вот, например, один из вариантов, когда мы использовали, это, наверное, уже было несколько лет назад, на самом деле. Но я думаю, что можно актуализировать, посмотреть с большими языковыми моделями. То есть мы можем, на самом деле, здесь делать некоторую базовую кластеризацию. То есть мне кажется, что, например, в рамках задач какого-нибудь промт-инжиниринга можем сделать как систему фильтрации для того, чтобы опять-таки отфильтровать, например, наши синтетические примеры, какие корректные, какие нет. Ну, в общем, здесь фантазия не ограничена, как можно использовать тематические модели. Но вот в данных случаях был некоторый набор текстов из интернета, сайтов, был набор их баннеров, пытались генерировать по тексту сайта баннер. Достаточно простая задача, именно текстовая. Поэтому здесь, во-первых, делали некоторую базовую модель генерации и делали модель генерации на кластерах, которые получали после тематического моделирования. Оказалось, что вот если мы создадим кластера и начнем на них дообучать нашу базовую модель, то мы получим гораздо лучшее соотношение с темами. То есть, например, медицинские сайты, у них своя специфика построения баннеров, у каких-нибудь продуктовых сайтов своя специфика. То есть есть некоторые различия. Также можно использовать, например, как первичная разметка для задачи извлечения аспектов, например. Здесь мы использовали обработку комментариев владельцев автомобилей с разных сайтов агрегаторов и пытались, строили тематическую модель автоматическую, собирали уже какие-то релевантные темы, потому что тема у нас как раз вот так и формируется. То есть у нас в теме может встречаться слова там шустро, динамик, ускорение. Мы понимаем, что это динамика, называем это аспектом и используем уже дальше как частичную разметку для более умных моделей, например. Вот здесь в данном примере это было просто обогащение данными. То есть у нас есть какие-то большие там вектора умные, не знаю, там Берт или ДжПТ, что сейчас можно достать. Можем также взять, сконгратинировать как вариант с векторами, получаемыми за автотем, или просто использовать это как некоторую дополнительную информацию. Но в данном эксперименте мы пытались там выделить проблемы, связанные с ЖКХ и с различных текстов. Получилось, что вот если будем обогащать наши вектора, получим лучшие результаты. Есть, собственно, вариант библиотеки, который находится в открытом доступе. Это базовая библиотека, она не распределенная. Распределенная версия, если опять-таки будет спрос на нее, она появится как отдельная библиотека, или же там внутри этой, но это технические детали. Опять же, можно использовать, можно, также мы планируем туда добавлять уже нейронные модели в эту библиотеку, для того, чтобы использовать ее как такой фреймворк, просто для тематического моделирования различными методами, кому что потребуется. Ну, в заключение, опять-таки, напомню, что это сильный анализ для эксплуатативки. Автоматическая настройка позволяет получать хорошие результаты для различных корпусов данных со своими особенностями. Можно использовать суррогатное моделирование, которое ускаляет наш подход. Также получили, что это уже технические детали, что у нас прирост 12% по сравнению с БСовской оптимизацией и ускорение в 1,8 раз. Большое спасибо за внимание. Буду готова и рада ответить на вопрос. Какой объем текстовых данных вы использовали для документа? Насколько важно взять там большие документы, маленькие документы, там, не знаю, пару предложений? Ну, в том-то как раз и был вопрос, что когда я говорю про разные там статистические характеристики, я имею в виду, что документы могут быть длинные, могут быть короткие. Там 20 News Groups — это такое форма обычного письма, не очень большого. Например, Amazon Еда — это вообще короткие отзывы о еде с Amazon. Лента.ru — это уже там подлиннее датасет. Использовали также там датасет баннеров, это очень длинное описание сайтов. Опять же, кажется, что должно быть не менее хотя бы пяти слов, ну вот если я так бы прикинула. И как раз вроде смотрели, что достаточно эффективно работает как и с короткими текстами достаточно, так и с длинными. Единственное, как требование, конечно, стоит иметь достаточно большой корпус в плане количества этих документов. Да. И второй вопрос. У меня немножко не до конца понятно, как именно формируются темы. То есть мы задаем количество тем, а потом разбивается на это количество тем, и мы уже потом своим взглядом смотрим, как эту тему назвать. Или мы задаем там… Изначально у нас есть какие-то уже заготовленные заранее библиотеки, наборы вот этих вот, и мы уже сопоставляем с тем, что у нас разбилось. Да, с темами… Так, еще раз, вот тут, наверное… Да, я не объяснила один момент, что… Не буду. Не объясняла один момент, что, да, у нас есть набор гиперпараметров, но один у нас фиксированный, который мы сами задаем, это количество тем. Да, то есть мы хотим… Опять же, с одной стороны, мы этим не ограничиваем пользователя, то есть он может сказать, что я хочу вот на 100 тем разбей мне этот документ и вот делай это, как хочешь. С другой стороны, есть работы по оптимизации и вот этого гиперпараметра, но, опять же, сомнительно, нужно ли это делать, не нужно добавлять его там в стратегию, не добавлять, поэтому мы решили не добавлять, то есть никакого заранее подготовленного корпуса нет. Вы просто подаете документы, просто говорите, сколько тем вам нужно получить, и получаете. Вот, а потом с этими темами уже работает, не знаю, аналитик и так далее, чтобы, например, если нам нужно для чего-то. Все, спасибо большое за совету. Такой уточняющий вопрос. После применения NMF или LDA, если, например, у нас есть матрица, допустим, где индексы, это у нас индексы документов, например, имена колонок — это, например, у нас какие-то ключевые слова, и в этой матрице у нас, допустим, просто чистота встречаемости определенного ключевого слова по документу, и, например, нам нужно предсказать. Вот, и у нас есть заранее определенный список тем, и если мы применим вот эти методы, у нас на выходе будет вероятность принадлежности данного документа к определенной теме, верно? Или у нас будут какие-то распределения, вот не совсем понятно. Так, да, давайте, вот тут я уже вернусь. Так, базовый сеттинг. У нас есть матрица слова документы, то есть у нас слово там принадлежит к документам, может, к одному, может, к нескольким. Здесь количественно матрица, то есть count-vectorizer, скажем так. И на выходе у нас получается для каждого слова принадлежность к некоторому индексу темы, потому что… То есть, верно, то есть это вероятность принадлежности к той или иной теме, да? Да, да, да. А еще ты говорила про регуляризацию, не совсем понятно, это также вероятность принадлежности к тому или иному документу, или как она применяется? Да, с регуляризацией. В принципе, вот такая сама по себе постановка вопроса тематического моделирования, она некорректно поставлена, но у нее огромное бесконечное множество решений. И регуляризация – это просто некоторые ограничения, которые ставятся на матрицу. В принципе, там не прописывается, сколько конкретно тем нужно поставить. Просто условие в том, чтобы сделай их, сделай нашу матрицу как можно больше разреженной. Более разреженная, значит, поставь больше нулей. Чем больше нулей поставишь, тем лучше в этой матрице. То есть хочется, чтобы каждый документ принадлежал к малому количеству тем. Сглаженность подразумевает, что у нас вот эта вся вероятностная масса, она более-менее размазана по всем темам, так или иначе, как у ЛДА, например, происходит. То есть там нет нулевых вероятностей для принадлежности документа каждой с тем. То есть с какой-то вероятностью он ко всем принадлежит, другой вопрос где-то больше, где-то меньше. То есть это просто некоторые условия, некоторые ограничения, которые ставятся на эту матрицу. Ясно, спасибо. У меня несколько вопросов по генетическому алгоритму. Сколько по времени одно поколение проходит приблизительно? Зависит от… На самом деле популяция тут получилась маленькая, как ни странно, хотя настраивали этот параметр, там 11 всего лишь. Зависит от того, какой корпус. Если корпус документов небольшое обучение модели, не знаю, секунд 30, то, не знаю, там можно посчитать, как будто бы несколько минут. Но мы в основном занимались экспериментами в распределенном режиме, тогда у нас, не знаю, не больше минуты, наверное, популяция обучалась, там, вся итерация генолгоритма. Понял, спасибо. Поговорим, скажем, где надо применять тематическое моделирование в бизнесе. Давайте тогда расскажу про наш вариант. Все, наверное, знают про персонализированные рекомендации, какие-то методы на основе действий, на основе контента и так далее. На самом деле на основе контента можно делать и неперсонализированные. В начале нулевых 90-х годов были вот эти востребованные какие-то чарты с музыкой, все смотрели там подборки от разных диджеев и так далее. Собственно, это и есть неперсонализированные рекомендации. И они позволяют давать рекомендации огромному количеству пользователей. То есть вот любой пользователь, который к вам пришел, вы еще о нем ничего не знаете. Он даже не указал, просто какая-то кука есть, там, какой-то хэш. И вы можете ему показать популярные неперсонализированные рекомендации, сразу начать свой путь с таким взаимодействием. Не просто рандомную выдачу, а уже что-то интересное. А как их искать? Я вот про наш кейс расскажу. Мы берем с помощью тематического моделирования, находим подгруппы. Открою секрет, самая популярная группа – это работа для женщин. То есть подборка вакансий, работа для женщин. Как ее распределить, как найти? То есть тематическое моделирование, прогоняем, смотрим, что за вакансии. И дальше на основе вот этого набора тем уже эксперт, человек говорит, как назвать. И она самая популярная, и сейчас Артем работает над тем, чтобы ее улучшать новыми методами зерошот-ленинга, и в том числе тематическим моделированием. Ну и таких вещей много. Работа на складах, подработка, работа с ежедневной оплатой. Все эти вещи, они по сути должны быть тематически промоделированы, найдены популярные вещи по какой-то метрике внутренней. Если у вас есть на сайте контент, вы можете сделать абсолютно то же самое и сделать огромную подборку неперсонализированных рекомендаций, которые уже классные, которые помогают пользователю как-то начать взаимодействие с вашим сайтом и приносят дополнительную прибыль. И они супербыстрые, потому что им предрассчитанные. То есть одни плюсы, никаких минусов. Так, тогда большое спасибо. Давайте еще раз поблагодарим.